Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. И свою сегодняшнюю вахту мы начинаем во дворе дома номер 87 по улице Крупской. Раньше здесь росло несколько старых деревьев. Потом их по каким-то причинам спилили и остались пеньки. К пенькам приложили умелые руки. И теперь это деревянные идолы и обереги. С такими хранителями никакое охранное агентство не нужно. Новый учебный год стартовал. Путь за знаниями иногда непрост, а иногда бывает и просто опасен. Мы на углу улиц Куйбышева и Юрия Смирнова. Адрес этого здания двойной. Куйбышево 86 и, соответственно, Смирнова 12. Следующий домик – это 12-я школа. Детишки туда, детишки обратно. А с фасада падают кирпичи. Оно, конечно, вроде и сеточку поставили и даже где-то досочками заботливо подперли. Но, тем не менее, за здоровье подрастающего поколения как-то вот опасаешься. И не только за подрастающее поколение. Всем страшно ходить. Петушок, петушок, золотой гребешок. Честно говоря, по-моему, еще в моем детстве были такие конструкции на детских площадках. И, скорее всего, именно с тех пор вот эти вот убогие железяки никто не приводил в порядок. А домов здесь, между прочим, много. Крупская 85, а 87, а 89, а просто 87 без буковок. Детишки есть, а гулять им негде. Потому что сюда, на эту заросшую травой кучу железяк, их выпускать просто как-то рука не поднимется. Ну и, конечно, какое дежурство без телезрительского кадра дня. Холодает, зима скоро, готовь конечки. Олег Ширинов сфотографировал вот эту прелесть на улице Уральской. Наш конкурс на лучшую новость недели продолжается. И автор самого интересного послания этой недели отправится в Театр юного зрителя на премьеру спектакля «Преступление и наказание» 14 сентября в 19 часов. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете, группу ВКонтакте. Мы с нетерпением ждем ваших сообщений. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну, а на сегодня Игорь Гиндис и Михаил Ситров заканчивают свою работу. Спасибо, удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова